Привет зритель! Это конечно делать не обязательно, но я решила что можно. Комету пришла кошка. Короче, это спасибо Тонечке. Это ее подарочек новому году. Я ездила за ним на Яндекс Маркет, который у нас находится там же, где ближайшая ко мне база выдачи Viberys. Так как мой шепот не сочетается с шуршащей упаковкой, и я это уже поняла спустя 8 лет, то я решила сделать АСМР распаковку тихим голосом. Обалдеть. Милка. Огромная милка к чаю. 276 грамм. С арахисом в молочном шоколаде. С карамелью. Я вообще очень люблю такое сочетание. Я не знаю, может я где-то говорила, что Тоня узнала про это. Молочный шоколад. Где тут по-русски-то? Молочный шоколад Милка ММ Макс. С карамельной начинкой с арахисом и с арахисовой начинкой с воздушным рисом и кусочками арахиса. Очень классно. Вот я сейчас собираюсь покушать. Наверное АСМР я первую выложу, потому что перед этим я делаю еще обзор покупок. Обычно не АСМР, просто обзор покупок. Кстати, если хотите обзор покупок, но если вам будет такой интересный АСМР, обзор покупок тихим голосом. Со звездно шутшанием. Обзор покупок еды из магнита. Подобно к закупок. Дайте знать каменты, короче говоря. Макс. Я сначала сейчас вверху вниз прочитала, мне подумала, что Макс может у них типа Крисмас, потому что тут Новый год. Какао. 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 Крисмас. Короче, если вам будет интересно АСМР формата обзор покупок тихим голосом. Ну, соответственно, дайте знать каменты, я потом как мне сделаю. В общем, я записала перед этим обзор покупок. А сейчас вот этот АСМР сделаю. Я его склею, потому что АСМР я сейчас стала делать, ну, год-два, сколько там. Я тогда прислушалась к вашему мнению. Хоть сначала не догоняла этого. Я стала делать АСМР без оставок. Соответственно, не тупо склеить. Вот. Из двух файлов, допустим, мне что-то вырезать. И теперь вставить. И в путь. Так вот, я сделаю монтаж АСМР. Выложу его. Потом буду после ужина тайпить. И как раз буду хамячить эту шоколадку. Потому что обычно, когда я тайплю, то, ну, занимаюсь конвейтом, переводом, там, скринь. Мне как-то это не требуется. Обычно на тайп. Мне почему-то нужно есть, есть, есть. Мне нужно что-то сожрать или там чай сладенького попить. В общем, вот шоколадка у меня такая вот огромная. Просто супер. У меня как раз-то едаются конфеты от Ани, которая вот новосибирские конфеты мне присвоила. Там буквально 4 штуки осталось. Мойка-пёр и ещё какая-то. Я ещё Тоню сегодня спрашиваю. Ну, я забыла, это по СМР или там, по-моему, они не сделали. Оно распаковка будет. Типа просто сладости. Подарок к новому году. Думаю, блин, у меня, наверное, уже будет. Я не знаю, что-то тут как-то. У-у-у-у. Слушайте, вообще круто. Я даже не сразу поняла, что это. Элитный сарка чая. Русская чайная компания. Мне, кстати, очень нравится русская чайная компания. Я с ней очень давно знакома. У нас одно время, давно-давно, ещё в начале 2000, был магазинчик. Даже одно время был в двух местах этот магазинчик. Чай на развесы. Там была вот эта чай от русской чайной компании, ещё какой-то. Я покупала от них же чайничек, там ещё вот трибутику. Ну, для моты, а для не моты. Элитный сарка чая. Сарка чай. Так, лилия эросмин, хризантема, лилия эсмантус, амарант. Обалдеть. Да, это амарант, он похож, кстати, у цветок амаранта он похож по виду немножко на клевер, только более жёсткий у клевера. Вот эти штучки мягкие, а у амаранта они более жёсткие. Календовый, жасмин, гибискус и амарант. Набор из шлистки. Три чёрные, три зелёные чая, связанные с наркотно-листовых чаёв с растительными добавками. Китайские чё-то танки. Отличный подарок для ценителей чая. Реально отлично. Большое спасибо. Элитные сорта из верхних чайных листочков, из ясни, связанные с цветами, распускающимися при заваривании. Набор худших сортов чая. Ну, вот мы уже прочитали. И, короче говоря, вот я чёрный, связанный, покупала просто вот с самым чёрным, с шариками. Но чёрный, связанный, с добавлением слов ещё ни разу не пробовала. Спасибо Тонечку. О, сейчас это... Так, она тут приклеена. Поэтому она не связывается с ней. Это будет коротенький АСМР. Ну, и на флешке-то у меня памяти мало. Может, даже как-нибудь заварю чай на камеру какой-нибудь. Ну, сегодня-то у меня не получится на камеру заварить. Во-первых, места мало. Во-вторых, на кухне надо собраться. В-третьих, я хотела потайпить. Ну, и вообще, как бы... Ну, если кто-то хочет, чтобы я заварила чай на камеру, можете скинуть, нет, чай на камеру. В смысле, чай не заварить на камеру. Ну, или, глядь, просто, знаете, камень так что-то. Я ещё сегодня, кстати, ночью не могла уснуть. И чуть было не заказала себе вот такую халву из хлопковых ниточек. Я как-то покупала пару раз в разных местах. На озон что-то, по-моему, 166 рублей 120 грамм. А потом меня начало, наконец-то, вырубать. Я в итоге так и не заказала. Так не знаю, заказать или нет. Потому что, когда я покупала в оффлайне, там в составе было пальмовое масло. А тут-то я нашла именно, что чисто сливочное. Я вот сейчас на эти шарики посмотрела, я поняла, что, наверное, надо заказать те конфеты, если они ещё мне не продались. Спасибо, Тонечка. Ну и это, если вы словили мурашку, то хорошо. А если не словили, то плохо ловили. Если решите поддержать мой канал, то где-то будет облачко. Я скажу вам спасибо. Ну и пока.